Ну что, сынок, готов? Я? Конечно, я готов. Всем привет, меня зовут Влад А4. Глент. И добро пожаловать в новое видео. Ну рассказывай. Я бросил вызов Владу и создал самый непробиваемый ящик в мире. То, что делал клоун, это... То, что сделал я, это новый уровень. И ты хочешь, чтобы я выбрался из этой коробки. Я с А4 продакшеном создал такую коробку. Знаешь, она как в Майнкрафте, вот бедрок. Ломай, не ломай, никогда не сломается. Ты никогда из нее не выберешься. Но раз ты вместе с А4 продакшеном сделал непробиваемый ящик, то и я обращусь к помощи одного человечка. Итак, ребята, самый сильный человек в мире. Силач Артем, встречаем! Оп, отвалился, сынок. Вы посмотрите на эту палочку. Да, самый-самый. Размер в свою голову просто. Да-да-да, самый-самый сильный. Да ты и вы не сможете. Что ты там говоришь? Удачи желаю вам, вот что я говорю. Что ты там сказал, а? Попробуйте. А мы попробуем. Ладно, ладно, спокойно. Сначала посмотрите на мою коробку, а потом уже будете выделываться. Встречайте моего малыша. Мы с А4 продакшеном строили этот ящик несколько дней. В нем целых шесть непробиваемых слоев. Вес этого ящика около двух тонн. Посмотрите на толщину этой стены. Я настолько уверен в этом ящике, что даже готов поспорить с Владом на тысячу долларов, что он отсюда не выберется. Мы принимаем твой вызов и спорим на тысячу баксов, что мы выберемся. Попробуйте. Ха, фигня, твоя коробочка. Давай, чтобы сбавить свой пыл, я покажу, на что способен этот силач. Хм, легкотня. Я понял. Да ладно, не переживай. Блин, если я вот недельку в зал похожу, такой же буду? Печально. Так, нужно посмотреть, что там у нас на потолке. Ну, в принципе, нормально. Так, а может так гулять будем по улице вот ходить вот так вот все время? Реально, шансы появились, но коробка все-таки очень крепкая. Ну что, залазим? Давай. Ребята, такой ящик мы еще не строили. Один ящик стоит три с половиной тысячи долларов. Это три двенадцатых айфона вот в этой коробке. Я даже не знаю, как Влад на это отреагирует. Я взял на себя такую огромную ответственность. И на данный момент, мне кажется, на ютубе нет роликов, которые заслуживают лайка больше, чем этот. Ребята, выручайте. Спускайтесь под ролик, ставьте лайк. Я надеюсь, лайков будет много. Влад это увидит и поймет, что я не зря потратил три с половиной косаря. В общем, от твоего лайка сейчас зависит очень многое. Спускайся под ролик и нажимай на него. Ну что, как вам новое жилище? Пока что выглядит, как какой-то детский сад. Как будто ты просто взял и подарил нам тысячу баксов. Какое-то мягкое покрытие, какой-то поролон. Ну что, посмотрим, что там под первым слоем у нас. Так. Да что ты, как ребенок. Вот и вещи. Вот. Так баксу надо. Окей, что мы здесь видим? Мы видим плотный слой шифера. Это была всего лишь упаковка. А вот дальше вам придется напрячь все свои мышцы. Наши участники уже освоились и самое время объяснить вам правила моей игры. На моем колесе есть куча инструментов, которые будут применяться от раунда к раунду. Каждый из вас получает свой инструмент и шанс им воспользоваться на 5 минут. Если при помощи предмета у вас не получилось сломать свой слой, вы вращаете колесо еще раз. Вообще элементарно, Глент. Не все так просто, я же говорил вам про сюрпризы. Тараканы. Кажется, Глент решил нам отомстить за все челленджи, но я подготовился. Так, разговоры в сторону. Крутим барабан, ломаем шифер. И погнали. Я думаю, шифер я, в принципе, и ногой сломать могу. Перчатки. Ну, вполне себе, ломать шифер, чтобы ручки-то не поранить. Держи. Опа. Да, это канализационное. Смотри, мы-то выберемся, поговорим потом. С тобой-то мы поговорим, и с ним придется. Деньги там, это еще баксов напополам делить будем, так что у него мотивация, ого-го. Понял. Ну что, первый свой удар я бы хотел сделать знаете с чего? Знаете с чего? Знаете с чего? Знаете с чего? С вот этой вот правой ноги, потому что она у меня сильная. Просто берешь и... Ты показывал, как надо бить Артему или что это сейчас было? Просто не было разгончика для удара. Так, и раз, и два, и... У меня идея, Владос, может быть силач тебя возьмет, скрутит и бросит в шифер. А если меня скомкать, то получится комок бумаги. Я же бумага. Я выпрямлюсь, и он меня возьмет, и как таран. Так, ну ваше время-то идет, поэтому давайте. Так, давай попробуем с тараном. Давай. Так, давай, подготовились, и так. Оп. Еее, давай еще. Так, стоп, 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 стоп. Посмотри, сработало. О, да. Вот это я называю командная работа. Так, теперь я дайте попробую. Окей, первый слой отскочил, что там дальше? Монтажная пена, это все на что ты способен? Занимайся. Инструмент так-то не очень эффектный, поэтому забирай, и давай, я жду следующий инструмент. А может и нет, давайте. Новый предмет, силач, крути. О, хлыст! Надеюсь, он какой-нибудь металлический, жесткий, ломающий все на своем пути. Как тебе инструмент? Ну, было дело, было дело. Короче, я лучше вот сюда встану, потому что разброс у хлыста может быть непредсказуемым. Давай, слушайте меня. Ну, я не вижу, чтобы шлифер трескался. А что, если ты хлыст вот так вот, как кастет, обмотаешь и... Ударю? Давай попробуем. Помаленечку, давай, пиши. Никогда не думал, что найдут такое применение хлыста. Все, с этим все понятно. Забирай, не потеряй. Понял. И... Хоккейная клюшка, это нормально. Хоккейная клюшка, это просто огонь! И можно ее использовать как рычаг. Вот так тут можно аккуратно просто все делать, смотрите. Оп, достал кусочек. Это что у нас за слой? Может, он пробьется клюхой? Ээээ, 5 минут уже прошло. Все, возвращаем предмет. Так. И сейчас крутит Артем протеинов. И... Моргенштерн? Моргенштерн. Ааа, ребят, я понял, что это значит. Смотрите, вот что такое Моргенштерн. Эту штуку я помню из ролика про Средневековье. Она очень крепкая. Давай-ка сюда. Ого. И, конечно же, техника безопасности. Очки одеваем. Ну что, за спарту! О, давай! Ну что, Клентик, мы выходим! Идем. Просто отлично! Это еще даже не половина. Чего вы радуетесь? Я считаю, что мы не плохо справляемся. А все потому, что у нас есть четкая цель. Выйти из коробки и заработать тысячу баксов. И нас ничего не остановит. Кстати, по поводу целей. Ребята, я в самом начале 2020 года ставил себе цель, чтобы на канале было 27 миллионов подписчиков. Эта цель казалась мне просто невероятной и недостижимой. Я думал, что у меня получится набрать только 20 миллионов. А сейчас на канале 25 с половиной миллионов. А до цели не хватает 1,5 миллиона подписчиков. Хочу попросить просто по-человечески, ребята, вас помочь мне с моей целью. Ведь именно вы можете на нее повлиять. Я не буду вам рассказывать, как выполнение целей вдохновляет и поднимает настроение. Просто попрошу вас сделать одну вещь. Спуститься под этот ролик и нажать на красную кнопочку подписаться. Поэтому прямо сейчас спускайся под этот ролик и подпишись на канал А4 в 2020 году. Такая возможность будет только раз в жизни. Следующие подписчики уже будут подписаны в 2021 году. Ну это же не круто. Ребята, прямо сейчас кнопочка подписаться, нажимайте. Давайте вместе попробуем достичь эту цель. Я немножечко обновил колесо фортуны перед тем, как у вас начнется пенная вечеринка. Да, тут все было бы классно, если бы пена была не монтажная. Крути свой предмет и пробуй разрушить новый слой. О, ребят, теперь же моя очередь. Так, интересно, что мне выпадет. Насадка на культиватор. Что-то я даже сам такой... А, вспомнил, это крутая штука. Ну вот вы две машины, вот насадка на машины. Таких странных инструментов у нас в челленджах еще не было. Наверное, буду пытаться как-нибудь вот так делать. Что ты как девушку гладишь? Давай по-настоящему к мужику. Взял, ну пошел! О, давай! Я вроде пробил какой-то новый слой. Там какой-то картон. Ребята, из этой дырки почему-то очень сильно веет холодом. Там что, лед? Поживешь и узнаешь. Так, стоп, время закончено. Возвращаем инструмент и потом крут силач. Эй, малой, давай сюда свое колесо. Малой. Погнали. А, так, шпатель с зубчиками. Ну, неплохо. Я даже не знаю, сколько надо силы, чтобы этот инструмент помог, но в силаче почему-то сомневаться не хочется. Попробуем. Ой, ой. Что-то мне это не нравится, он слишком уверен это делает. Посмотрите, что там дальше. Цепи, бетон. А там же еще что-то за бетоном идет. Слушай, Глент, может мы его на канал вместо Кобякова возьмем? Ты что, над кем мы прикалываться тогда будем? Я над ним не хочу. Ну да, если мы будем над ним издеваться, он нас за это отколошматит. Слушай, а где Кобяков вообще? Я не знаю, я у тебя хотел спросить. Я не знаю, куда ты просто пропал. Да Влад, не переживай, я думаю никто не заметит пропажу Кобякова. Ну тем более в комменты никто не писал, где Кобяков, значит им пофигу. Значит пофигу. Ну ничего страшного. Рано радуйтесь, дальше идет все сложнее и сложнее. Вот такие цепи вам точно не разорвать. Даже силачу. Ну, пока крутите предметы, так? И пожалуйста, только не тараканы. Мне попался фрезер. Ну, с фрезером повезло. Фрезер, слушай, это какая-нибудь, наверное, огромная, острая пила, которая сейчас расшинкует эти цепи, и мы спокойно выберемся. Это что, фрезер? Нет, это трубочка, а вот фрезер. Фризер! А не фрезер, писал, ну правильно. Так вот ты прочитал так. Блин, ребят, ну по-моему это полный отстой. Но с другой стороны, а что если цепи сейчас замерзнут, и мы их спокойненько вот так вот, и они развалятся. Надо пробовать. Заморозочка пошла. Эта штука настолько сильно замораживает предметы, я даже не знаю, для чего она используется в жизни. Может, чтобы срочно заморозить пельмени? А вот у меня снег ассоциируется с каникулами. Ребята, а у вас начались каникулы или нет? Пишите в комменты. Итак, удар в пяточки на счет 3, 2... Ну что, трещины есть какие-нибудь? Но все равно этого недостаточно, чтобы цепь лопнула. Фигню мне, Глент, подсунул. Это ты сам выбрал? Ну а теперь время силача. Силач крутит. О, Глент, пила для металла выпала. В смысле, реально? Да что ты врешь? Шараканчики. Так, Глентик, давай, у меня бейсбольная бит... О, Влад, не бойся, это просто порт и протеины дополнительно. Девочки мои. Фас, апорт, ну хоть что-нибудь. И получается, у тебя есть 5 минут, чтобы при помощи тараканов как-то порвать цепи. Моя армия, наступаем. Давайте, ну, вперед, это вкусно. Ну что ж, Владислав, выбирайте предмет, не смотрите назад, по вам уже ползут тараканы. Итак, ребята, следующие 5 минут я буду ломать предмет при помощи Кагенавы. Кагенава? Я такое слово в первый раз слышу. Шансы есть, я тоже. Фу, точно, это обычный якорь. Я такую штуку видел в фильмах, когда закидывают на крышу, она там цепляется, и по веревочке можно залезть куда угодно. А я сейчас при помощи ее попробую вырвать цепь. И, в принципе, я готов. Тараканчики, аккуратно. И раз, и два, и... Давай ты можешь! Так, а что если я буду по одной цепочке вырвать? Так, какую-нибудь, какую-нибудь... О, вот эту. И раз, и два, и... Я правда дергаю со всей силы. Мне этот предмет не поможет выбраться. Забирай свою Кагенаву. Нормальная Кагенава. Настало время силача. Ну, я думаю, у него лучше получится, чем у меня. Давайте смотреть, и... Вот, раз, и раз. Вау! Сбега у него получается! Как орешки щелкают! Посмотри, оно все летит просто! Уже даже по нескольку цепей подряд рвет просто, и все. Так, и давайте теперь это куда-нибудь теперь наверх засунем, чтобы оно нам не мешало. Теперь мы добрались до бетонных блоков. Вы рано радуетесь, потому что цепи, это вообще пшик. Дальше идет бетон, очень крепкий. А что под бетоном? Дальше еще сложнее. Ну вы сначала бетон пройдите, малыши. Слушай, малыш, гретон и я самые лучшие друзья. Мне уже не терпится побороться с бетоном. И я кручу колесо, и мне выпадает разводной ключ. Разводной ключ, это вообще-то здоровая штука. Сейчас посмотрим, как ты сможешь справиться с бетоном при помощи разводного ключа. Я забираю свои слова назад. Так, гигантский, здоровый, тяжеленный металлический разводной ключ. Ну что, дорогой мой бетон, иди-ка сюда. Вот этот блок надо ломать, он самый слабый. У Влада осталось 3 минуты. Ой, ребят, если честно, моя рука уже супер забилась, и я уже не могу делать сильные удары. Но могу еще свою минуту последнюю попробовать пройти. 10, 8, 7, 2, 1. Возвращаем гаечный ключ сюда. Так, теперь очередь силача. Нам чуть не выпало жидкое мыло, но попался штроборез. Штроборез. Лучше бы жидкое мыло, мы бы вам на руки налили, чтобы вы бить не могли. Вот такая штука достается силачу. Она очень тяжелая. Как раз под него, не забываем, только 5 минут. Ну давайте посмотрим. Я такую штуку вижу в первый раз, понятия не имею для чего она, но надеюсь, она для бетона. Блин, неплохо получается, посмотрите, как будто просто росомаху закинули к нам в клетку. Он взял, расцарапал своими когтями стену бетонную. Ну что, Глент, зацени, как мы расковыряли стенку. Вышло неплохо, конечно, кот немножко поцарапал бетон, но на самом деле, я думал, за 5 минут вы уже и пройдете этот уровень. Мы эту стенку пройдем в следующем раунде. Давай колесо. Все что угодно, я уже уверен, что вы проиграли. Твоя очередь, Владислав. Давайте, мне уже не терпится узнать, что там у меня будет. Нунчаки! Почему нет бойный молоток? Потому что колесо фортуны так выбрало. Ну что, Микеланджело, ты готов? Вот нунчаки, вот бетон, ты знаешь, что делать. Мне кажется, я не стенку покалечу этими нунчаками, а себя скорее. Но это все зависит от твоих прямых рук. Так, первый удар. По кусочечку. Вы, ребята, наверное, забыли, что вам нужно выбраться через коробку. И отверстие должно быть большим. Я думаю, мы можем просто крутить колесо, пока нам не попадется отбойный молоток. Забирай. Я вам туда скунса закину в следующем раунде. Хотя тут уже есть один. Не буду показывать пальцем. Хоть шатник. Отбойный молоток, отбойный молоток, отбойный молоток, отбойный молоток, отбойный молоток. Прикинь, она застряла прям ровно на отбойном молотке. Вы какой-то чит использовали, как оно так остановилось? Это колесо фортуны, и фортуна на нашей стороне. Косарь баксов все равно на моей стороне. Это он нам еще отбойный молоток недавно. Сейчас все будет. Ребята, этой штукой разваливают асфальт. Если она вам не поможет, то вы здесь навечно. Мне кажется, он может даже ее не включать, просто вот взять вот этой вот частью и... Наконец-таки отбойный молоток! Сейчас будет настоящая жаришка. Реш, сломалась? Все, 5 минут прошло, ребята. Эй, верни, электричество! Все, новый инструмент. Ну ладно, все по правилам, поэтому давай-ка я хочу крутануть колесо фортуны. Ребят, я тоже хочу еще раз отбойный молоток. Он вообще неплохо так дробит стену. Ну это не отбойный молоток, но просто молоток. Молот, он очень здоровый. Так, интересно. Офигеть, вот это везуха! Дровяк подвинься. Я даже не знаю, ударить этой стороной или вот этой. Так, погнали. Ничего страшного. Ну а мне кажется, идет хорошо. Удары все слабее и слабее, а значит, что, Влад, устал. Ой, испугался таракан. Ну зацените мой прогресс. Прогрессом здесь и не пахнет. Пахнет только тем, что зря я дал тебе молот, и ты его потратил. Как потратил? Нормально проковырял, что ты говоришь? Что, ты проковырял три сантиметра? Та-дам! Куда ты крутишься, лачь сейчас? Отбойный молоток, снова? Нет, ребята, не снова. Это уже будет улучшенная версия отбойного молотка. А улучшенная версия молотка будет? Будет улучшенная версия всего. Но сначала улучшенная версия отбойного молотка. Так, интересно. Так, забирайте. Опа. Так мы с такой штукой можем просто через низ пролезть, как бы выйти отсюда. Ага, ремонт на ангаре ты не хочешь сделать после такого ролика? Это же ты придумал. Блин. Ладно, нам нужно выйти через стену. Давай. Слушай, мне уже порядком надоело здесь сидеть. Я настроен выбраться отсюда прямо сейчас. Давай, давай, я уже... Вообще у нас нет. Погнали! Он уже делает дырку для полного человека. Ребята, хорошие новости, мы добрались уже до нового слоя. Слоя с металлом. Но металл там какой-то необычный, а в виде какой-то чешуи. Ну, а плохие новости, ребята, у вас осталась одна минута. Плохие новости в том, что там металл. Что нам с ним делать? Работать. Я думал, будет попроще после бетона, но бетон это еще цветочки. Так, ну, будем смотреть. Все, время вышло. Металл, который здесь используется, очень крепкий. Крути барабан. Вот. Ну, что вам сказать, ребята, здесь, наверное, поможет только болгарка или ножницы по металлу, если они какие-то очень крутые. Но мне попал утюг. Утюг! Ха-ха! Не повезло! Пробую раздробить всем металл. Так, ребята, я думаю, самое интересное, что может пройтись с утюгом, если он сломается. И раз, и два, и... Интересно, смотрите. Так, бетон я не расширю, металл не сломаю, а вот утюг сломался. Проводки, красный, синий. Короче, забирай. Блин, я вообще-то им мерч кладил раньше. Ну ладно, следующий раунд. Очередь до Равика. Крутим, крутим. И выпадает... Болгарка. Болгарка? Болгарка, это вообще единственное, что нам может помочь. Болгарочка, это мой любимый инструмент, когда мы сидим в коробках. Потому что он спасает не только от металла, но еще и от бетона, от цепей, от всего-всего, от чего только можно придумать. Ребята, получается! Давай срочно новый диск у нас закончился. Сейчас еще три секундочки. Раз, два, три. Держи. Вы посмотрите, ребята, у нас сточился диск. Жесть! Твоя песенка спела. Ничего. Колонки молчат. Он отломал. Обалдеть, вы только зацените. Там осталось только дерево. Итак, я сейчас кручу колесо фортуны, мне выпадает дерево дав, и я выхожу. Ну что? Прости. Деревянный слой и первый предмет. Что ты подготовил? Бензорез. Ладно, я просто кручу. О, бревно-таран? Бревно-таран. Что это такое? Это вот такая вот штука. Раньше викинги разгонялись и делали вот так. Это штука, чтобы нажимать кнопку подписаться, мне кажется. Нет, Владос, ты ошибаешься. Курсор. Вот что нужно для того, чтобы нажать на кнопочку подписаться. О, или палец. Потому что все смазанные ролики на телефоне. Нужен всего лишь палец. Посмотрите, какая здоровая. Она весом, так, килограммчика четыре. Я очень сильно верю в таран, потому что остались только доски. Они закреплены где-то там на болтике. Мне кажется, что при помощи этой штуки можно вывести спокойно эту стену. При помощи тарана выносят ворота в замках. А я что, не смогу какие-то пару деревяшек сломать? Беру свои слова обратно. Не работает. Забирай. Да. Давай-давай-давай, крути, пожалуйста, удача. Давай, пусть будет с тобой. И нам выпадает дрель. Нет, нам выпадает большой топор. Та-дам! Держите-ка. Хватит тебе, чтобы прорубить парочку деревяшек? Я думаю, что да. Дерево и металл любят друг друга. Ура! Я вижу свет! Я вижу свет, ребята! Давай, давай, Артем, руби! Я вижу свет в конце этого. Это плохо, это очень плохо. Давай, мы победим! Тайм-аут, 5 минут прошло! Блин, почти, еще чуть-чуть, еще вот дырка вот такая. Вот такую надо сделать, голова пролезет, а если пролезет голова, значит пролезет все тело. Но не в его, конечно же, случае, но я бы пролез, так что, блин, мы были близко в победе. Тащи сюда колесо фортуны, дорогой мой. Крутим, крутим. Давай ко мне дрель, дорогой. И... Бензорез! Это что за размерчик? Э, 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 полегче, дорогой, э, э, Глент, ты что? Я думал, что вы на топоре выйдете, поэтому в бензорезе у вас 5 минут, шансов 0. Погнали. Техника безопасности и... Погнали! Вот так звучит победа! Ну, ребят, посмотрите, за 5 минут какую красоту сделал, напилил, насверлил. Я думаю, что сейчас нужно хорошенечко Артему приложиться с ноги и шанс нам отсюда выйти. Я это уже слышал 15 раз, наверное, за ролик, поэтому... Не, ну сейчас, вот сейчас смотри, вот сейчас, просто удар с ноги. А я же говорил, то... Ну что я могу сказать, ребята? Видя уже вот это отверстие, я понимаю, что я без проблем в него пролажу, поэтому Глент проиграл. Я готов выходить. И раз, и два, и три. Мы просто люди маленького роста. И... Все, вот так вот. Ну, по правилам челленджа, вообще-то должен только один ты вылезти. Я-то вылез, но он-то вообще, в принципе, вылезет. Так... Булочки, прижимай, булочки вперед так, вперед. О, все, пролез, уже точно пролез. Давай, 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 давай. Тема! Красава! Так, ребята, ну я вас поздравляю, вы с челленджем успешно справились. Всем пока, спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Два, три, четыре, девять, десять, давай. Давай, вот так вот. Ну что, ребята, спасибо за просмотр, всем пока! Молодо, сложно. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео. С вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, самый сильный человек в мире. Всем пока-пока. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба.